Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал ForeverGamer. Я продолжаю играть в Skyrim. И в прошлой серии мы остановились на том, что мы с Мерсером Фрейм нашли в снежной завесе предательницу Корлию, которая совсем выявилась не предательницей. Она нам помогла тем, что пустила нас ядовитую стрелу, которая нас парализовала. Но этим она нас спасла. Нет, мне ничего не нужно. И теперь Корлия нас посылает в Винтерхолл, чтобы найти некого Энтира, который может перевести древний текст. Он здесь находится, как я понял. Так, где он у нас? А, вон он сидит. Энтир, здравствуй. Я хочу тебе еще чем-то помочь. Меня отправила к тебе Корлия. Корлия? Значит, она все-таки его нашла. Нет, это мы ее нашли. Галла у тебя с собой? Да, но тут есть одна проблема. Проблема? Дай-ка взглянуть. Это так похоже на Галла. Воистину горе от ума. Он написал весь текст на фалмерском языке. Ты можешь сделать перевод? Нет, но я знаю того, кто сможет. Колсельма. Придворный маг Ярла в Маркарте может обладать материалами, необходимыми для переводов. О, знаю я такого Колсельма. Колсельма яростно оберегает свои исследования от посторонних. Добиться от него помощи будет нелегко. Ну, посмотрим. Так, а кто такие эти фалмеры? В незапамятные времена до людей их называли снежными эльфами. Они жили на свету, и у них было процветающее общество. То есть они были такими же, как вы? Как альтмеры? Да, я бы сказал, что их культура могла соперничать с альтмерской. Как они оказались под землей? Первую эру норды пошли войной на фалмеров. Убивали их тысячами, чтобы изгнать их со снежной родины. Фалмеры ушли под землю и заключили вынужденный союз с двемерами, которые их в конце концов предали. Это предательство и сделало их такими. Ужасными слепыми чудищами, которые ненавидят всё живое, кроме своих сородичей. Так, бедняги. Да, пожалуй, так и есть. Прости меня, немало моих друзей погибло от рук фалмеров, и потому я необъективен. Если хочешь узнать о них больше, можешь прочесть мою работу на эту тему. Нет, спасибо. Она у меня на столе. Так, почему Гал вёл свой дневник на фалмерском? Кроме того факта, что лишь горстка людей во всём Тамриэле вообще поймёт, что это за язык. Я почти уверен, что он собирался устроить какое-то дельце, которое требовало глубокого знания фалмерского языка. К сожалению, мы так и не успели обговорить детали. Понятно. А где он выучил язык? Как ни странно, я послал его туда же, куда и тебя. В Маркарт. Колсельма. Я могу лишь надеяться, что ты сможешь выучить язык не хуже, чем он. Ладненько. Колсельма упрямь как осёк. Колсельма. Так. Нам в Маркарт. Так, я в самом Маркарте не был ни разу, но я был рядом, в конюшне. Так. Вот, теперь заходим в Маркарт. Может, какую-нибудь безделушку перед возвращением домой? Ты что делаешь? Эй! Ты что творишь? Я с тобой не прав. Я умираю за свой народ. Ты умираешь за свой народ? Ну, я у тебя тут позабираю что-то надо. Всем разойтись. Что здесь происходит? Дальше мы разберёмся. Иди своей дорогой. Этот человек что-то орал про изгоев? Сказано же, иди своей дорогой. Изгои просто кучка сумасшедших. У нас всё под контролем. Не вмешивайся. Ладно, это всё равно не моё дело. Именно так. Не твоё дело. До встречи. Видели того безумства? Кто он такой? И кто такие изгои? По-моему, он работал в плаве. Там много кто из трудяк сочувствует изгоям. Они обещают, что перебьют всех нордов, которые правят пределом. Просто кучка убийц и вредителей. Ага, понятно. Так. Это порушило все. На женщину напали прямо на улице. У всех на глазах. Это кто мне говорит? Что в порядке? Что произошло? Да, меня он чуть не убил. То есть нет. Он меня чуть не убил. Убил его я. Ну, кто-то что-то заорал о изгоях и всё. Изгой? Странно. Что ж, я надеюсь, что восемь хотя бы подарит тебе больше покоя в будущем. О, у тебя что-то выпало из кармана. Какая-то записка. По-моему, важная. Это твоя записка. Что она значит? Моя? Нет, нет. Это твоя записка. Должно быть, выпало из кармана. Тебе что-нибудь известно о нападении? Нет, нет. Я просто вышел подышать свежим воздухом. Немного перебрал с мёдом в таверну серебряной икрой. Ну, понятно. Потом почитаем твою записку. У меня есть дела сейчас. Мне нужна колсельма. Подкаменная крепость. Так. Ты кто такой? Если ты хочешь спасать зал мёртвых, то нет. Тебе туда нельзя. Почему нет? Я не могу об этом говорить. Но не бойся, Ярл знает о нужде каждого. Скоро все снова смогут посещать мёртвых. Так. Я смогу помочь, если ты мне расскажешь, в чём дело. Ладно. Я всё равно советовал Ярлу нанять кого-то, чтобы решить эту проблему. Мы обнаружили, что некоторых мертвецов ели. Плоть обгрызли, кости сломали, чтобы добраться до костного мозга. Мы пока никого там не поймали. Будто оно знает, когда я там. Если докопаешься до сути, жрецы Аркея наградят тебя. Вот. Возьми мой ключ и будь осторожнее. А что такое зал мёртвых? Недавно в Скайриме. Я тоже вначале ничего не понимал. Норды называют своим отзалей залами мёртвых. Там похоронены горожане. Отцы, братцы, матери, праматери. Кто такой Аркей? Один из восьми божеств. Бог цикла рождения и смерти. Именно в святилище Аркея молятся люди, когда приходят в зал. Ибо он будет присматривать за их предками на пути к следующей жизни. Понятно. Потом пойду в твой зал мёртвых. Так, Колсельма. Я помню, он где-то здесь вот. Да, вот он. Колсельма, привет. Что ты тут делаешь? Раскопки закрыты. Мне больше не нужны ни рабочие, ни охрана. Раскопки? Чуан взял. Развалины под Маркардом. Множество артефактов, на исследования которых у меня ушло уже две человеческих жизни. Бестолыч, ты хоть знаешь, кто я? Самый признанный исследователь Двемеров. На всём Тамриэле. А мне никто покоя не даёт. Я... Прошу прощения. Я что-то разволновался. Я тут в разгаре очень напряжённой работы. Мне не следовало орать. Чего ты хочешь? Говорят, что ты крупный специалист по древним фармерам. Тебя не обманули. Как раз сейчас я близок к завершению огромного произведения на эту тему. Это труд всей моей жизни. Я назвал его «Наставление Калцельмо Фаумертом Наречием». Моя работа станет прорывом в понимании этих древних существ. Не покажешь мне свою работу? Абсурдно. На это исследование ушли годы тяжёлого труда. В самых опасных двемерских руинах в Скайрине я ещё не выжил из ума, чтобы показывать его кому-то до того, как закончил. Мне очень лестно это слышать, но я вынужден отказать. Ты, конечно же, понимаешь, необходимо сдержать моё исследование в тайне. Ладно, сколько мне заплатить, чтобы ты передумал? Состояние нас мало интересует. И это тоже нет. Ладно, тогда я попозже зайду. Хорошо. Возможно, когда я завершу исследование, то смогу свободнее обсуждать с тобой все свои открытия. Так. Получить доступ в музей Калцельмо. Надеюсь, ты по-важному делаешь. Найти ключ от музея Калцельмо, да? Ага. Ну, ключ я уже вижу где. Надеюсь, ты по-важному делаешь. Так. Мне бы хотелось посмотреть на раскопки. Уборство тебе не занимать. Ладно. Кто я такой, чтобы стоять до пути любознательности? Я тебя впущу, если сделаешь кое-что для меня. В Чуанзеле есть огромная паучиха. Мои рабочие называют ее Нимхи, отравленная. Если разберешься с Нимхи, я пущу тебя и на раскопки, и в свой музей Дрэмеров. Что скажешь? А это неплохо. Считай, эта паучиха уже сдохла. Энтузиазм? Отлично. Вот и отлично. И получили ключ. Вот тебе лучше, чтобы попасть на раскопки. Нет, стоп. А что, у тебя еще можно узнать? Нет. Больше ничего у него. А, и обязательно купи мой палмерский словарь, когда он будет закончен. Я так куплю. Так, давай, ты иди, я хочу забрать твой ключ. Почему ты тут стоишь? Давай, иди куда-то в другое место. Что у тебя есть, Колсельма? Да, деньги тебя точно не интересуют. Ну, уже. Есть. Прямо под носом украл ключ. Так. Теперь куда намечи? Сюда, я так понимаю. Стой. Ход в музей двемеров только с разрешения придворного мага. Ой. Так. Кто здесь придворный маг? Колсельма. Он маг-советник Ярла. Но большую часть времени он копается в развалинах. Если хочешь посмотреть музей, получи разрешение у Колсельма. Обычно он перед чо отделом. Это вниз по тоннелю. Черт. Если я туда зайду, ты не будешь нападать? Хочешь увидеть Ярла? Никаких резких движений, ясно? Меня не видят. Меня не видят. Отлично. Пробрались в музей. Так. Найти книгу Колсельма в фалмерском языке. Сейчас. Черт. Это стражники? Ну блин. Черт подери. Это стражники. Чтобы набороться еще на одного метра. Ладно. Потихоньку. Так. У меня тут идейка одна появилась. Теперь я буду ходить тише. Черт. Что ты можешь сказать в свою защиту? Так. Я хочу сказать, что... Меня это не устраивает. Ну же. Что-то подвисает. Ой. Там небось дружина человек была. Так. Снова. Где припушение шагов? Вот оно. Что-то подвисает. Так. Алсельма созвал всю свою команду. Сказал, что все и каждый, чтобы защитить результаты света. Ой. Лучше они чем. Но тут не оставили нас не строить. Для чего? Чтобы набороться еще на одного местного фунта. Но по крайней мере на этом посту относительно безопасно. Вернемся к работе. Черт подери. На твоей совести преступление против своих и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Что мне, перебить вас всех или как? Ладно. Нет, у меня еще одна идейка появилась. Ладно. Последний раз пробую. Если не получается пройти мимо, я их убью. Для этого мне понадобится крик. Где он? Голосовой бросок. Вот он. И опять-таки, это я тоже оставлю. Так. Лучше они чем мы. Мамушки оставили нас без строительных ключей. Эй. Да им все равно вообще. Черт. Сейчас я... Крикну. Они вообще не реагируют на этот крик. Ой. Ой. Он близко. Черт, он идет сюда. Ну же, давайте все туда идите. Да почему на них это не действует? Так. Я уже даже не знаю, что делать. Может, за ним попробовать пойти. Точно. Вот здесь запрячусь. Вроде бы не заметил. Можем идти дальше. Потихонечку. Меня никто не должен увидеть. Бежим. Есть. И никто не пострадал. А точно, у меня же... Можно сейчас уровень повысить. Так. Магию повышу. Там есть кто? Сейчас узнаем. Неужели и тут стражники? Ладно. Здесь никого нету. Тут можно что-то поискать. Жезловое управление пауками. Почему бы и не украсть? Ой. Камень душ. О, камень. Черный камень. Ну, здесь вроде бы никого нету. Черт. Ну-ка, иди обратно. Обратно иди. Черт. Дверь закрыта. Что это? Вентиль. Там ловушка. Была. Черт. Возвращается. Я уже неплохо прокачал скрытность. Черт. Тут кто-нибудь есть? Мда. Не стоило. Проблять. Черт. Получайте. Ну. Чего ты не попадаешь? Ну. Это уже не стражники. Штраф хоть не дали. Ключ от лаборатории Колсельм. У меня это есть все. Что-то такого есть. Золото. И то же самое. Что у нас тут? Всего лишь кухня. Может, слитки потом сделать из балки. Дверь открыта. Есть. А. Тут всего лишь какие-то книги не нужны. То свитки или мне кажется? Нет, мне не кажется. Это свитки. Я их заберу. Теперь сюда. Скорее всего сюда. Как думаешь, что это было? Скорее всего, еще одна ловушка. Они опасны. На прошлой неделе бездражники погибли. Когда фар заполнил нижний зал. Да, да, да. Идите, давайте. Тут, я думаю, никого не будет. Ой. По-моему, тут где-то витый. Ага. Ядовитый дым. Именно поэтому я сейчас возьму лечение. Нет. Нет, на всякий случай. О. Круто. Сёрфинг по земле. Я потом пойду за ними. И посмотрю, что там. Может, как-то можно... Убрать этот... Газ. Или что-то. Так. Я сейчас их... Отвлеку. Ой. Постараюсь отвлечь. Побежали. Есть. И куда я сюда попаду? Сюда же. Так. Куда мне идти? Я уже запутался совсем. Чёрт. Да-да-да. Да-да-да. Идите туда лучше. Тут есть кто? Есть. И куда здесь можно его отвлечь? Или её... Так, при глушении шагов. Что, сюда, наверное? Эй, форта, арбуза! Угу. И показалось. Нет. Не может быть. Кто это, кто это, кто это? Чёрт. Это мах. Ты меня будешь бить? Если не будешь, беги отсюда. Ой. Чёрт подери. Одни ловушки. Что у нас здесь? Да. Чёрт. Извиняюсь. Так, я вот куда-то выбрался. И куда меня это приведёт? В башню Колсельму. Что я тут найду? О. Пришли. Наконец-то. Стоп. Я что-то не понимаю. Как сюда подняться? Ну, как всегда. Всё в обход. Две миры. Отлично. Ещё и никого нету. Что у нас тут есть? Что за книга? Так. Камни. Зелье иллюзии. Зелье добавочной магии. Я вижу здесь. Ещё какая-то книга. Чёрт. Я надеюсь, ты не живой. Точнее, не рабочий. Сундук. Сундук. Эксперт. Что же там Колсельма хранит? Ничего особенного. Разве что это кольцо я заберу. У вас нет предметов, нужных для того, чтобы сделать копию этой надписи. Так. Я вспомнил, как скопировать надпись. Значит, нам нужен... Что у меня есть? У меня есть этот... Бумага где-то тут валяется. Или уголь. Ни бумаги, ни угля. Значит, забираем вот... Ой, сковородку нечаянно забрал. Пролом бумаги и... Кусочек угля. И идём к словарю. Таких случайностей просто не бывает. Кто-то пытается помешать дядиным исследованиям. Ой. Привлёк внимание. Я взял лор. Так. Приквушение шоу. Ну идёт из башни живой. Но разве не надо известить мастера концерта? Я сам разберусь с дядей. Просто... А? Заметили, чёрт. Так. Срочно, срочно. Блин, куда я лезу? Так, зелье невидимость. Мне срочно нужна невидимость. Мне нужно отсюда свалить. Незамеченным. Что, нету? Ну вообще, жесть. Я не хочу никого убивать. Меня не видят. Как зашёл, так же надо и выйти отсюда. Через ту же дверь. И незамеченным. Наверное, мне показалось. Ой-ой-ой. Чёрт. Давайте, проходите быстрее. Кому? Кому надо идти? Давай, поднимайся уже. Проходи. Ходи отсюда сейчас же. Тебе надо идти. Тебе надо идти. Тебе надо идти. О, у меня крик. По-моему, был. Сквозь стены смотреть. Вроде бы был. Точно не помню. Так. Как же он назывался? Нет. Этого крика нету. Ладно, так и быть. Сейчас я их... Я их заманю сейчас вот сюда. Да. Фух. Вроде свалил. Куда мне теперь надо идти? Так. Вернуться к интиру. Контир что здесь? В маркерте? О-о-о. А отсюда слезть будет проблематично. Хотя нет. Проблематично это не будет. В настоящее время. Черт. Быстрое перемещение невозможно. Что, мне так не придётся сюда идти? Или нет? Должен быть какой-то быстрый путь на улицу. А где эта паучиха находится, которую он просил меня убить? Косельму. Нимхи. Нимхи. Где находятся Нимхи? Черт. Снова. То же самое. Теперь здесь надо пройти. Снова не замечено. Ого. А их тут уже больше. Это будет трудно. Хотя. Знаете, не особо. Так, черт. Надо здесь пройти незаметно. А нет. Не надо. Всё отлично. Так, разное выключу. Трудный ответ. Вернуться к Интеру. Интер так. В Интерхолде и сидит. Так ты знаешь пару закликаний? Мне что, Влад? Доброго дня. Доброго. А где Интер? Я приехал из-за Интерии, а мы остались. А, он внизу. В подвале. И Корли уже здесь. Интер. О, и ещё что-то нужно. Вот. Возможно, это поможет перевести дневник Гала. Я полагаю, будет невежливо интересоваться, как тебе удалось это заполучить. Так что я промолчу. Хм. Копирка? Странно. Я ожидал увидеть записи. Это, считай, ссори. Я понимаю. А теперь дай-ка я на него взгляну. Дай его мне, пожалуйста. Ну, что там? Ну, что там? С непомерными тратами золота на личные удовольствия. В дневнике говорится, откуда золото бралось. Гал. Гал, похоже, был уверен, что Мерсер тайно брал средства из казной гильдии. И ещё что-нибудь, Интер? Что-нибудь о соловьях? Хм. Прости, Интер. Прости, Интер. Я не могу сказать. Самое важное сейчас доставить твой перевод в гильдию. И немедленно. Прощай, Интер. Слова не могут выразить. Всё хорошо, Корлия. Не нужно слов. Хм. Поговорить с Интером. Так, Интер, что ты хочешь? Послушай, я хочу только, чтобы гильдия узнала правду. Они уважали Корлию, и она заслуживает большего. Сделай, что можешь, и я буду считать это личной услугой. Спасибо тебе, Интер. Если тебе понадобится избавиться от краденого Винтерхолда, заглядывай ко мне в коллегию. Я иногда обращался с предметами сомнительного происхождения. И я постараюсь помочь. Понятненько. Если я тебе понадобится, найдёшь меня, Корлия. Мы должны спешить в Рифтен, прежде чем Мерсер причинит ещё больше вреда гильдии. В дневнике Галла упоминается некая сумеречная гробница. Ты уже многое знаешь, и я не вижу смысла дальше это скрывать. Сумеречная гробница — это храм Ноктюрна, место, которое соловьи поклялись защищать до последней капли крови. Что такого особенного в этом месте? Что ему нужна такая защита? Сама Ноктюрна упростирает к нам руки оттуда. Все дары её содержатся в тенах гробницы. Похоже, Мерсер нарушил клятву Ноктюрна. Я сквернил то, что поклялся защищать. Воры и храмы как-то не вяжутся. Я тоже так подумала, когда Галл открылся мне впервые. Полагаю, со временем ты тоже поймёшь. Возможно, лучше пойму тебя, если в этом деле останется меньше тайн. Став соловьём, я поклялась хранить тайну гробницы. Я знаю, что в гильдии доверие не в почёте. Но я прошу тебя довериться мне ещё ненадолго. Хорошо, пока будем действовать по-твоему. Я направлюсь в Рифтон и разведаю обстановку. Попробую знать, что задумал Мерсер. Найди меня в буйной фляге и учти, дело нам предстоит серьёзное. А пока что... Вот, возьми. Это вещь Галла. Но думаю, в этих обстоятельствах он бы одобрил мой поступок. Я найду этому достойное применение. Если гильдия не прислушается к голосу разума, прислушаешься ты. Соловиный клинок. Так. Что это такое? Соловиный клинок. Высасывает из цели. 10 единиц здоровья. 10 единиц запаса сил. Неплохо. И после этого начнётся самое интересное. Смотрите следующую серию. На этом я закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...